Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим конденсационные установки кондитерских фабрик. Конденсационная установка является непременной частью любого вакуум аппарата, так как наиболее простым способом создания вакуума является конденсация вторичного пара, образующегося в аппарате для уваривания. Конденсируется пар в конденсаторах, они бывают прямоточные и противоточные. Вначале рассмотрим устройство и принцип действия прямоточных конденсаторов. Наиболее распространены прямоточные конденсаторы смешения, иначе их называют конденсаторами параллельного тока. На слайде показана схема прямоточного полочного конденсатора. Холодная вода поступает на верхнюю полку. С верхней полки она стекает струйками вниз, конденсируя пар. Пар и воздух из вакуум аппарата поступает в верхнюю часть конденсатора. Смесь воды и воздуха отводится из нижней его части, потому что здесь воздух имеет минимальный объем. Для доказательства этого справа от конденсатора на рисунке приведены графики распределения температур воды и парциального давления пара и воздуха. График распределения температур построен в координатах высота h, рассматриваемого уровня в конденсаторе, и температура T малой воды. За начало координат взят уровень воды на верхней полке конденсатора. На ней вода имеет самую низкую температуру T2n. По мере стекания ее вниз, она нагревается до температуры T2k в конце конденсатора. Пунктирная линия. Конечная температура воды в прямоточных конденсаторах бывает на 5-6 градусов ниже температуры конденсируемого пара. График распределения парциальных давлений пара и воздуха сплошная линия, построен в координатах высота h, рассматриваемого уровня в конденсаторе, и давление b, а малая. За начало координат принят также уровень воды на верхней полке. На этом уровне имеется над водой паровоздушная смесь с ничтожным количеством воздуха. Парциальное давление воздуха и паровоздушной смеси определяется равенством, представленным на слайде. Следовательно, на этом уровне все давление в конденсаторе PA состоит лишь из парциального давления пара. По мере опускания вниз парциальное давление пара уменьшается, достигая внизу значения PP2'. Это давление зависит от температуры воды T2K. Чем ниже эта температура, тем меньше парциальное давление пара. Разность между давлением PA внутри конденсатора и давлением PP2' является парциальным давлением воздуха PV. Внизу парциальное давление воздуха максимальное, следовательно, воздух имеет наименьший объем. Меньший объем воздуха легче откачать. А сейчас рассмотрим устройство и принцип действия противоточных конденсаторов. Схема противоточного конденсатора представлена на слайде. В противоточном конденсаторе можно получить более высокую температуру отводимой воды, чем в прямоточном конденсаторе. Воду отводят из нижней части конденсатора. Из графика распределения парциального давления воздуха видно, что его следует отводить вверху. То есть там, где больше парциальное давление. Противоточные конденсаторы на кондитерских фабриках обычно являются составной частью барометрических конденсационных установок. Схема такой установки представлена на слайде. Конденсатор 6 представляет собой стальной сварной цилиндр, внутри которого размещены полки 5. Они служат для увеличения продолжительности соприкосновения воды с паром. Площадь каждой полки обычно составляет 70% площади поперечного сечения конденсатора. На полки подают охлажденную воду при помощи центробежного насоса 1 или давления водопроводной сети. Воздух и вторичный пар из вакуума аппарата, а также воздух, прошедший через неплотности, поступают по трубе 3 в ловушку 2. В ней отделяются капельки продукта, унесенные вторичным паром. Из ловушки вторичный пар поступает по трубе 4 в нижнюю часть противоточного конденсатора. В нем пар, поднимаясь вверх и соприкасаясь с водой, стекающей сверху вниз, конденсируется. Сконденсировавшийся пар и охлаждающая вода стекают по достаточно высокой барометрической трубе 18 в приемник 15, из которого лишняя вода отводится через отверстие 16. Спуск воды при ремонте осуществляют через отверстие 14, прикрытое пробкой. Воздух из конденсатора удаляют по трубе 7. С воздухом уносятся мелкие капли воды. Капля-отделитель 8 очищает воздух от этих капель. Капли воды, осевшие на дно капли отделителя, стекают по трубе 9. А сушенный воздух по трубе 10 через выравниватель давления 12 поступает в вакуум-насос 13. Выравниватель давления ставится только перед поршневыми насосами, так как у этих насосов движение поршня неравномерное. А это вызывает удары в системе. Удары нарушают плотность соединений. Барометрическая конденсационная установка имеет вакууметр 11 и термометр 17. Рассмотрим расчет конденсационных установок кондитерских фабрик. Расход охлаждающей воды в любом конденсаторе смешения определится по формуле, представленной на слайде. Конечная температура охлаждающей воды в прямоточных конденсаторах бывает на 5-6 градусов ниже температуры поступающего пара, а в противоточных конденсаторах на 1-3 градуса. Указанную конечную температуру охлаждающей воды можно получить при достаточно развитой поверхности соприкосновения воды с паром. Условимся под степенью нагрева воды В понимать отношение разности температур воды к разности ТП-Т2Н, то есть как это показано на слайде. Между степенью нагрева воды и поверхностью ее соприкосновения с паром есть связь, определяемая данными, представленными в таблице на слайде. Практически вода в прямоточном конденсаторе нагревается на 10 градусов при расходе воды W равная 60D2 на 20 градусов при W равная 30D2 и в противоточном конденсаторе на 40 градусов при W равная 15D2. Внутренний диаметр конденсатора определяется по формуле, представленной на слайде. В барометрических конденсационных установках вода из конденсатора смешения удаляется самотеком по трубе. В ней постоянно поддерживается столб воды, который не только уравновешивает разность между атмосферным давлением и давлением внутри конденсатора, но и обеспечивает течение воды по трубе с определенной скоростью. Высота барометрической трубы H равна H0 плюс H2. Плотность воды в зависимости от температуры имеет значение, которое находится по таблице на слайде. H2. Высота столба воды, обеспечивающая течение воды по трубе с определенной скоростью при наличии сопротивления и запаса 0,5 на колебание вакуума в системе, рассчитывается по формуле на слайде. Диаметр барометрической трубы DT определяется по формуле на слайде. Патрубки для входа пара в конденсатор рассчитываются исходя из скорости движения пара равной 40-50 метров в секунду. В воздушном трубопроводе скорость воздуха равна 15 метрам в секунду. Высота H1 определяется из условия, что объем воды в сборнике над концом барометрической трубы равен 1,5 объема барометрических труб, конденсатора и ловушки. Конец барометрической трубы отстоит от дна сборника минимум на расстояние, равное ее диаметру. В этом видео мы рассмотрели конденсационные установки кондитерских фабрик, которые являются непременной частью любого вакуум-аппарата. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересно. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам всяческих успехов. Продолжение следует...